Кандагар, Кабул и перевал Саланг. На один день эти названия географических объектов на территории Афганистана появились в коридорах Ирбитского мототехникума. И появились не просто так. За каждым из них скрывался этап тематической военно-патриотической игры под названием «Дорогами Афгана», участие в которой приняли школьники и студенты Ирбитских учебных заведений. Сегодня, продолжая цикл мероприятий городского уровня, познавательно, развивающего характера и при этом такого спортивно-соревновательного духа, мы проводим под эгидой регионального центра патриотического воспитания и являемся организационной площадкой военно-исторической игры именно по дорогам Афганистана. Интерес к игре оказался необычайно высок. Настолько, что мототехникуму даже пришлось снять свою команду, чтобы все заявившиеся смогли принять участие. Таким образом, на старт вышли восемь команд, представляющих школы и учебные заведения, как Ирбита, так и Ирбитского района. Что касается темы игры, сегодня она гораздо меньше на слуху, чем Великая Отечественная. Масштабы этих двух войн, конечно, не сравнить. Однако значение афганской войны для Советского Союза, а значит и для большинства россиян, недооценивать не стоит. И тем более важно, что даже организаторы игры на этапе ее подготовки открывали для себя много нового в этом периоде истории страны. Безусловно, очень много информации. Было новой для меня перевал Саланг, то есть выдающиеся личности герои афганской войны. Для меня это, как для организатора, была совершенно новая информация. Ребятам же предстояло пройти восемь этапов. Названные в честь самых важных для советской армии точек на территории Афганистана, они скрывали за собой самые разные задания. От определения типа оружия и принадлежности солдат к различным родам войск до традиционных уже практических дисциплин. Понравилось то, что совмещает и теоретическую и практическую часть, а не так, что только теория или только практика. Это не то. Именно что по этапам, конкретно с описанием ключевых точек и с описанием основных людей, которые точились на этих точках, скажем так. Лучшей командой в итоге оказалась сборная школы номер 9. И хотя победитель только один, хочется верить, что участие в игре для всех не пройдет бесследно. Ведь главный ее итог – знание еще одной страницы истории Родины и возможность рассказать об этом своим друзьям. Юлия Берсинева, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС «Ирбит». Практически.